ЦИК Молдовы признал досрочные парламентские выборы состоявшимися. Меня зовут Сайхан Цинсаев, здравствуйте. Явка на досрочных парламентских выборах Молдовы к этому моменту составляет около 40%. И этого достаточно, чтобы признать выборы состоявшимися. Центр избирком утверждает, что серьезных нарушений в ходе голосования не было. При этом полиция сейчас расследует около 60 заявлений о незаконной агитации, а также подвозе и подкупе избирателей. За голосованием в Молдове следит наш специальный корреспондент Ирина Ромалийская. Она с нами сейчас выходит напрямую из связи с Кишинева. Ира, привет. Ты была в разных регионах, в том числе на участках, где голосуют жители непризнанного Приднестровья. Расскажи, как отличаются политические взгляды людей и как оценивают ход голосования власти и оппозиция. Ну, знаешь, в целом, привет, Сайхан. В целом все спокойно. Полиция заявляет о некоторых нарушениях, говорят о нескольких случаях подкупа, подвоза. Или там один человек отказался на участке голосовать в маске, его попросили выйти, соответственно. Но эти нарушения не носят массовый характер, поэтому все в целом спокойно. Особое внимание, конечно же, приковано к участкам, на которых голосуют жители непризнанного Приднестровья, те, у которых есть молдавские паспорта. Мы туда тоже отправились, видели там как раз депутатов и от власти, и от оппозиции. Они тоже приехали следить за тем, как все это происходит. Но массовых нарушений мы там не видели, ну и, собственно, нам никто не говорил, что они там были зафиксированы. Я там поговорила с людьми. Я выискивал среди плохих и очень плохих, думаю. Кто же, те, кто уже награбился, пусть пограбят эти немножко. Дело в том, что никто не идет решать мои проблемы. Все они идут решать свои проблемы, сугубо свои. По Приднестровью это очень сложно. Если когда-то были какие-то иллюзии, что мы будем действительно независимы, сейчас нет, не вижу, чтобы они что-то решали. Никогда не отпустят нас. Кто не отпустит? Великие мира сего. Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк еще утром призвал людей выходить на главную площадь страны, сюда, в центр Кишинева. И сказал, тут я его процитирую, или отпразднуем, или возьмемся за булавы. Но вот мы находимся на этой площади, пока ни празднующих, ни булав здесь нет. Возможно, к вечеру появятся. Участки закрываются в 9 вечера, тогда же появятся первые результаты. О которых мы вам расскажем уже в программе «Утро». Ну что ж, спасибо, Ирина Ромалийская была на прямой связи из Кишинева. В московском аэропорту Шереметьево уже второй день огромные очереди. Пассажиры по несколько часов стоят в зонах вылета и прилета. А некоторые из-за этого опаздывают на посадку. Авиакомпании задерживают рейсы. Администрация аэропорта говорит, что это происходит из-за необходимости проверять у каждого тест на коронавирус и анкеты санитарного контроля. Чтобы ускорить процесс, в Шереметьево открыли больше стойкой регистрации и привлекли дополнительных сотрудников. Но ей это не помогло. Накануне на очереди за проверки ковид-документов также жаловались пассажиры аэропорта Внуково и Домодедово. В Москве всего за один день закончилась вакцина от коронавируса Кови-Вак. Ранее мэрия объявила, что привиться препаратом можно будет в 14 пунктах города. И всего было доступно около 12 тысяч доз. Между тем, мэр Москвы, который вчера назвал ситуацию с ковидом в городе смертельно опасной, сегодня заявил о преодолении пика заболеваемости и, цитата, «некоторой стабилизации». При этом Сергей Собянин добавил, что количество тяжелобольных пока высокое. В больницы города каждый день поступают около 1700 пациентов с тяжелым течением болезни. Сегодня в России выявили больше 25 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом впервые за все время пандемии от инфекции умерли больше 5 тысяч человек за неделю. Из-за роста заболеваемости власти регионов вводят ограничения и обязательную вакцинацию от ковид-19. К другим темам. В Грузии умер оператор независимого телеканала «Первели», которого в понедельник избили противники так и не состоявшегося гей-парада. Ликсо Лашкарава в тот день работал возле офиса организаторов ЛГБТ-марша. Там собрались ультраправые активисты и националисты, которые пытались прорваться в здание. Они напали на нескольких журналистов, которые освещали митинг. Среди пострадавших оказался и Лашкарава. Его в течение получаса избивали несколько десятков человек. В итоге операторы госпитализировали сотрясением мозга и переломами лицевой кости. Мужчине сделали операцию и спустя несколько дней выписали из больницы. Но в итоге он скончался. По предварительной информации от разрыва тромба. При этом полиция пока завела уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Ранее за нападение на съемочную группу «Первели» были арестованы 4 человека. Всего в понедельник от действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ. По делу о беспорядках задержаны 20 человек. Литва собирается потратить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией. Деньги пойдут на строительство стены между странами и закупку дополнительной системы наблюдения. Ограждения уже начали возводить. Первые 30 километров колючей проволоки должны сдержать поток нелегальных мигрантов на самом проблемном участке границы. Пока же обеспечивать безопасность в регионе будут дополнительные силы военных. Евросоюз согласился оказать Вильнюсу поддержку и направил в Литву вертолеты и дополнительные патрули, которые будут контролировать ситуацию на границе с Белоруссией. С начала года через нее прошли более 1600 нелегальных мигрантов. Причем половина из них за первые дни июля. Хотя за весь прошлый год на этом участке задержали 81 беженца. Из-за ситуации с мигрантами Литва вела в стране режим экстремальной ситуации. А власти назвали происходящее гибридной войной со стороны Беларуси. Напомню, что в ответ на экономические санкции против официального Минска Александр Лукашенко угрожал ослабить контроль за беженцами и наркотрафиком. Хотя в последние годы белорусские власти получили от Евросоюза более 60 миллионов долларов на обеспечение безопасности на границе. В России тушат природные пожары на площади почти 700 тысяч гектаров в главные эпицентры Самарской и Челябинской области. Огонь уничтожил десятки жилых домов. Известно как минимум об одном погибшем. Мы в дачники приехали посмотреть, что осталось от нашего дома и пострадал ли он вообще. Конец улицы мира целый, а здесь пепелище сплошное. Пожары продолжаются уже несколько дней. В МЧС сегодня отчитались о локализации возгораний в двух районах Челябинской области. Леса горят и в Якутии. Местные спасатели говорят о нехватке оборудования и авиации. При этом российские самолеты отправились тушить пожары в Турции и Грецию. Сейчас в 37 регионах России ввели особый режим, который полностью запрещает разведение костров. Правительство Афганистана опровергло заявление боевиков Талибана, которые утверждают, что взяли под контроль 85% территории страны. В Кабуле эти слова назвали пропагандой. Однако признали, что за последние недели талибы захватили несколько районов на границе с Ираном, Таджикистаном и Туркменистаном. Это происходит на фоне вывода из Афганистана войск США и союзников. Без их поддержки правительственные войска не могут противостоять наступлению боевиков, а военные действия усугубляют гуманитарный кризис. Международные организации лишились возможности доставлять в районы, захваченные талибами, лекарства и продукты, а тысячи местных жителей решили бежать в соседние страны. После того, как боевики Талибана приблизились к Туркменистану, местные власти решили отправить на границу тяжелую военную технику – танки, пушки и бронетранспортеры. Таджикистан также перебросил на свои погранпереходы дополнительные силы армии. Глава МИД России ранее заявил, что если в этих странах начнется вооруженное противостояние, Москва может ввести в Афганистан свои войска. Сегодня определится победитель чемпионата Европы по футболу на стадионе Уэмбли в Лондоне. Встретятся сборные Италии и Англии. Ранее команды встречались на поле уже 28 раз, и итальянцы побеждали почти в два раза чаще. Однако в финале Евро букмекеры с небольшим перевесом отдают предпочтение английской сборной. Отмечу, что их соперники остались без одного из лучших игроков – защитника Леонардо Спинацолу. Еще в четвертьфинале он получил серьезную травму. Для Италии это будет уже четвертая попытка завоевать кубок. В последний раз это удавалось команде в 68-м году. При этом подопечный Роберто Манчини не проигрывает уже 33 матча подряд. Это были главные новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова